Привет! Это история с популярного форума, посвященного только лучшей крипи-пасте. Если сюжет тебе понравится, то не забудь подписаться на канал, поддержать видео лайком и написать свой комментарий. Приятного просмотра! Чистильщик. Часть третья. Финал. Без посторонней помощи вытащить осветительную установку через широкую дверь, ведущую во двор, было проще, чем протиснуть ее по кухонной лестнице. А с учетом того, что работа сделана и в подвале не было другого рабочего освещения, я решил, что нет смысла возвращаться за ней завтра. Я собрался с силами и потащил установку. Когда я вышел на улицу, цивик Курта пятился назад по подъездной дорожке, затем машина быстро развернулась и исчезла в ночи. Наше рабочее время давно вышло, и моя тщательная процедура очистки от ртути, вероятно, заставила его опоздать на свидание с бутылкой в баре, но я все равно был очень зол на него, потому что он бросил меня одного. Все проверив, я в последний раз поднялся по ступенькам, вышел и запер входную дверь, сунув ключ в пакет, свисающий из дверной ручки. Внешнего света на улице не было, и окрестности выглядели темными и жуткими. Учитывая, как он кинул меня одного с этой неподъемной установкой, я даже был рад, что Курт не явился на работу пару дней спустя. Сначала я не придал этому значения, но Курт не появился и потом. С той самой уборки в подвале его больше никто не видел, и это по меньшей мере странно. Я начал задаваться вопросом, не выглядел ли Курт слишком счастливым с этой конкретной уборкой. Тот палец, который он нашел, больше позабавил, чем возмутил его. И если подумать, он не мог бросить его вместе с другими биоотходами в фургоне, поскольку ключи были у меня. Должно быть, он забрал его себе, но для чего? Возможно, он даже использовал его, чтобы написать то слово «спасибо» на перчатке. Кажется, я начал понимать, что либо я был свидетелем вдохновения совершенно нового психопата, либо я стал единственным гостем на его вечеринке. Потом я вспомнил полицейские сводки и подметил, что его измученный вид имел мимолетное сходство с фотороботом. Мое подозрение возросло, когда несколько месяцев спустя пара детективов пришли навестить меня по поводу расследования, в центре которого был Курт. Они рассказали мне о том, что он закрыл все счета в банке после нашей ночной работы, что он пытался сбыть много драгоценных вещей и ювелирных изделий в нескольких ломбардах, что его автомобиль нашли брошенным посреди парка на другой стороне штата, а также они указали на отсутствие у него друзей, семьи и родственников. У него не могло быть много денег, офицер. И какие к черту драгоценности? Он последние копейки тратил на дешевую выпивку в баре, сказал я. Где он может находиться? Может, он рассказывал тебе о своих знакомых, у которых мог затаиться на время? Он мне ничего особо никогда не рассказывал, и куда он мог направиться, я понятия не имею. Хорошо, если вы нам понадобитесь, мы вас найдем. В тот момент я не мог поверить, что Курт – серийный убийца и психопат. Но по разговору с копами я понял, что они подозревают его. Да, иногда он выглядел чокнутым, но не до такой степени. Дом простоял на рынке еще несколько месяцев, но потом все-таки был продан какой-то семье. Я же так и остался жить в родном штате. После нескольких лет работы в Клинщит мне пришлось уволиться из-за снижения числа заказов. Случился крупный скандал с одной из бригад чистильщиков, которые крали ценные вещи и драгоценности из домов, где проводили уборку. Их поймали, и репутация компании была подпорчена. А работать за копейки у меня не было никакого желания, поэтому я и ушел. За время работы я подкопил немного денег и вложил их в создание собственной небольшой компании, выполняющей ту же дерьмовую работу. Мне все еще приходилось много пахать и пачкать руки. До большой организации и удобного офисного кабинета было еще далеко. Но, по крайней мере, я стал зарабатывать намного больше 9 долларов в час. Мне все больше и больше нравилась такая работенка. Когда я смотрел, как худший день в чьей-то жизни исчезает в огромной сумке или течет в канализацию. Бизнес процветал, город рос, леса вырубались, чтобы строить пригородные районы и корпоративные офисные парки. Все связанное с Куртом исчезло в далекой памяти, так и никогда не разрешившись, как и многие странные совпадения в жизни. По крайней мере, так я думал последние два десятилетия. Несколько недель назад я сидел за своим столом, когда мне поступил странный звонок. Домовладелец не хотел сообщать какие-либо подробности по телефону, только адрес. Расплывчатые инструкции и предложение сообщить о подробностях вызова позже – всегда плохой знак. Я знал это. Услышав знакомый адрес, я решил отправиться туда самостоятельно. Так мне будет спокойнее, чем обманывать одного из 20-летних сотрудников, бросивших учебу. Это был тот самый дом, где я в последний раз работал с Куртом. И после двух десятилетий я нашел его довольно легко, даже без своего смартфона с GPS. Это несмотря на то, что окрестности очень изменились вокруг. С новыми окнами и свежим слоем краски, вы никогда не догадались бы, что это было то место, в котором находилась мясная фабрика серийного маньяка и психопата. Нынешний домовладелец был самым старшим ребенком в семье, купивший дом много лет назад. Ему было за 30, и там проживали его собственные дети. Большинство людей давно забыли о репутации этого места, но в обычный день хозяин дома обнаружил там нечто неприятное. Однажды он был в подвале. Ковырялся в какой-то старой мебели, которая стояла там много лет. Отодвинув шкаф от бетонной стены подвала, он обнаружил за ним стальную дверь, запертую на замок. С огромным любопытством и электрическим болторезом он вскрыл ее, чтобы посмотреть темное наследие подвала. И тут его любопытство сменилось ужасом. Одного беглого взгляда было достаточно, чтобы пойти в полицию. Копы нашли там братскую могилу, герметично запечатанную и которой, вероятно, более 10 лет. К настоящему времени все тела извлечены оттуда. Детективы долго допрашивали и задавали уйму вопросов ошеломленному домовладельцу, а также его родителям, братьям, сестрам и жене. Группа экспертов, криминалистов собрала кучу улик, но все они казались безнадежными. Споры плесени и признаки разложения указывали на то, что небольшая комната была запечатана еще до того, как в нее переехала семья. И это почти наверняка были бесчисленные жертвы предыдущего жителя дома. Как стало известно из-за результатов экспертиз, большинство тел были помещены туда уже мертвыми, но тот, что лежал сверху, как утверждают эксперты, был сильно ранен в области головы и однозначно находился внутри какое-то время живым. Его оставили там задыхаться. Еще более странно то, что в камере было пустое ведро, в котором когда-то хранилось достаточно упакованной еды, чтобы какое-то время сохранять человеку жизнь. Когда я приехал на место, домовладелец повел меня в дом, где нечестивый запах пробудил в глубине души некоторые давно похороненные воспоминания. Говорят, что обоняние напрямую связано с памятью, и эта вонь заставила меня вспомнить весь день, который я провел здесь, вытирая остатки ужасных событий. Под слабым голубоватым светом домовладелец указал на шкаф у стены, и моя память мгновенно узнала его. Он находился всего в нескольких футах от того места, где мы с Куртом все зачищали. Рядом в бетонную стену была установлена стальная дверь, слегка приоткрытая и доносившая до комнаты чудовищный запах. «О боже, я больше не могу здесь стоять», сказал домовладелец, поднимаясь на кухню и оставляя меня одного у подножия лестницы. Долгая карьера и профессиональная деформация сделала меня устойчивым к подобным местам, но даже мне хотелось сбежать оттуда. Я вытащил свой тяжелый фонарик из петли на поясе и подошел к стальной двери. В моей голове неожиданно промелькнул образ Курта, вытаскивающего отрубленный палец из ящика. Шкаф выглядел тяжелым, с широкими ножками, и, вероятно, потребовалась бы команда из трех человек, чтобы поднять и передвинуть его. Я открыл стальную дверь высотой около четырех футов и заглянул внутрь. Там было именно то, что я себе представлял. Множество запекшейся крови и маленьких кусочков невзрачного мусора, покрывающих каменные стены и пол четырехфутовой квадратной камеры. Это пространство было спрятано под площадкой входной двери дома. Я наклонился с фонариком и присмотрелся. Коричневые и размазанные пятна на стенах наводили на мысль, что кто-то либо опирался окровавленными ладонями о них, либо ощупывал стены в кромешной тьме в надежде найти выход. Кто-то явно провел здесь свои последние минуты бодрствования и жизни. Он боролся и не сдавался до последнего, пытаясь спастись и выбраться наружу. Эта ужасающая картина даже для меня была жуткой. Я выдохнул и начал отступать назад. И в этот момент мой фонарик уловил что-то яркое и блестящее в углу бетонной камеры. Я сфокусировал на вещице свой луч и распознал прямоугольную форму с закругленными краями. Я узнал эту вещь и с ледяным ужасом застыл возле металлической двери. Это была оранжевая зажигалка зиппа с крышкой, сильно опаленной копотью. Так сильно, будто она горела до тех пор, пока не кончилось топливо. Субтитры сделал DimaTorzok